В связи с увеличением потребления природного газа в республике, с 9 ноября текущего года все метановые газозаправочные станции переведены на особый режим работы, в том числе и в Самаркандской области. Из-за этого, проезжая мимо заправок, можно видеть вереницы машин, ожидающих своей очередности. Созданы ли подобающие условия для клиентов, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей, отвечают ли требованиям санитарных и градостроительных норм и правил санитарно-гигиенические узлы общественного назначения? Ответы на эти вопросы постаралась найти рабочая группа областного хокемиата. Итоги мониторинга обсудили в администрации области. Из-за осмотренных заправок лишь несколько соответствует всем нормам. Что касается остальных, то их состояние оставляет желать лучшего. Чтобы зайти в общественный туалет, нужно собраться с духом, ибо не знаешь, что ждет тебя за дверьми. А там на обозрении не смытые продукты жизнедеятельности человека, как, например, на заправках обществ с ограниченной ответственностью Чарос и Алибек из Пастаргомского района. Но это при условии, если туалет открыт. Из-за отсутствия воды санузлы здесь закрыты. Резервное водохранилище также пустует. Не предусмотрены пандусы для людей с инвалидностью. На газонаполнительной станции общества с ограниченной ответственностью Ислам-95 Пахтачийского района построены туалеты. Но зайти можно лишь в один из них, остальные заперты на ключ. Санузлы предприятий Кульджамол и Гулобот в Иштаханском районе также не соответствуют санитарным требованиям. Нет воды и полная антисанитария. Не предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями, как и комнаты для матери и ребенка. Грязь, вонь, отсутствие воды, разбитые стекла. Вот что можно сказать о туалетах на заправочных станциях Рахмон-Рахим-Углы, Кушработ-Газоил, Зарбант-Равот-Оил, Заркент-Равот-Оил Кушрабадского района. Газонаполнительная станция Экогаз Нарпайского района находится на обочине трассы М-37. Кругом мусор, зловонный запах и годами не видевший ремонт туалет. На икромута газоил Катакурганского района имеется санузел. В одном туалете стоит генератор, другой служит складом для хранения различных предметов. Нет элементарных условий помыть руки. Туалеты на заправке Курбон-Бубу находятся далеко от объекта и в запущенном состоянии, за чего клиенты их не посещают. Такая картина практически во всех районах. Санузлы на городских АГНКС не сильно отличаются. Большинство туалетов на заправках Десмаргаз, Экспресс-Метан-Оил, Шохрух, Еврогаз-Сервис и Давр-З города Самарканда закрыты, а в открытых нет воды. Уборные для людей с ограниченными возможностями на Экспресс-Метан-Оил и комната матери ребенка на Еврогаз-Сервис превращены в кладовые или спальню для сотрудников, как на заправке Давр-З. Нет места ожидания для людей. Им приходится стоять на улице. На Таракент нет воды, тут раковина в качестве подставки для электрической печки. Таракент нет воды, тут раковина в качестве подставки для электрической печки. Как отметил глава региона, не все заправки относятся с таким пренебрежением к своим потребителям. Есть руководители АГНКС, которые организовали чистые и аккуратные санузлы с горячей и холодной водой и нужными средствами гигиены. Что мешает также подумать о людях на вышеупомянутых заправках? Почему соответствующие структуры закрывают на это глаза? Почеркнул Иркин Джон Турдымов. Управлению туризма, санитарно-эпидемиологической службе, областному отделу УЗНЕФТЕГАЗИНСПЕКЦИИИ, даны поручения провести комплекс мероприятий по организации всех необходимых условий для автомобилистов и их пассажиров на заправочных станциях области. Субтитры создавал DimaTorzok